Всем привет, с вами Диодан. Сегодня у нас девятая серия прохождения Age of Empires. Напоминаю, что наша задача уничтожить источник молодости, который доставляет в последнее время большое количество неприятностей. Так, что у нас здесь? Огненный... Огненный... Как же их там называют-то у нас правильно? Брандер. Стоп, только один вопрос. Получается, брандеры... Брандеры уничтожают во время их путешествия к противнику? И то есть, получается, все, что я сейчас строил, это коту под хвост? Да, немного печально. Так, касаемо задания. Уничтожьте базу круга к востоку от стационарной пушки. Это задание я выполнил. Соответственно, могу гурсара-ветерана вернуть обратно. Так, ну а что дальше-то делать? Скажите мне, пожалуйста. То есть, мы просто так и будем обстреливать пушкой источник молодости? Хотя, было бы неплохо, знаете, что сделать? Вообще, побольше кораблей сюда привезти. Либо уничтожить верфи, либо... Я не знаю, провести какую-нибудь морскую высадку. Десантирование хорошее такое, да? Кстати, у нас тут очередной появляется... Как же его там называют правильно? Я все забываю. Брандер, вот. Как правильно. Так, ну, соответственно, мы знаете, что можем сделать? Просто подвезти корабли сюда и немножко блокировать проход, чтобы этот Брандер не уничтожали до его прибытия. Интересно, сколько он еще урона будет наносить. И, кстати, надо бы нашим кораблям начинать уже уничтожать вражескую... Ой-ой-ой. И Пылающий Париж отводим обратно. А, соответственно, стационарная пушка сейчас начнет... Только стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Корабль-то назад. Чуть не потерял свой корабль по глупости. Да, это было бы забавно. Итак, один из наших Галеонов, соответственно, Пылающий Париж возвращается обратно. А мы, ну, наймем еще парочку Галеонов, и они пойдут сюда для поддержки наших войск. Ой-ой-ой, Гоза тоже, к сожалению, оказался потоплен. Да. Пограничная застава нам наносит вообще ужасный урон, если честно. Один из регатов я, к сожалению, потерял. Ладно, проложаем обстрел. А нет, кстати, смотрите, достает он до Кипра. Беда-тоска. Но вы знаете, что можем с вами сделать? Ой-ой-ой-ой. Там еще и войска противника появляются. Мы сейчас буконьеров загрузим. И вот тут как ребята вообще справляются? Вроде бы нормально. И вообще, нам желательно... Так почему-то я... Стоп, решил построить дополнительную постройку. Да елки-маталки. Все, теперь все хорошо. Так, где там наши ребята? Гусары-ветераны и прочее. Все, вот посадились. И по-быстренькому надо... Заманить пара у них кораблей и обстрелять из пушки. Да я уже испытывал такую тактику. И использовал ее. Вполне успешно. Только другой вопрос, что вражеские корабли не хотят заманиваться почему-то. Все, выгружаем, соответственно, наших друзей. Что там у нас с заданиями? Неоткрытое задание. Уничтожьте источник молодости. Осталось совсем немного. И вот производим морской десант. Все, ребята появились. Ооо, а там сразу же... Слушайте, надеюсь, там нету ключевого персонажа. Нет, одни буконьеры и кипр наш. Черт, черт, черт. Нехорошо. Плающий Париж. Давайте парочку галеонов наймем. Или стоп, это были буконьеры, да? Да, отменяем. И вот теперь, да. Теперь у нас появляется галеон. Все хорошо. Ну, по крайней мере, мы смогли уничтожить стационарную заставу. Кипр отправляется на ремонт. Плающий Париж, может быть, успеет словить противника. Что у нас здесь происходит вообще? Фактория. Четвертой эры ничего нет. Давайте 8 арбалетчиков. Хотя у меня сейчас, знаете, очков этих очень много. А то толку от этого мало. Ну и по ходу дела попробуем сейчас уничтожить еще и белого червя. Вражескую каравеллу. Все, прилетает ему так, как надо. Ну и ждем появления галеонов. В принципе, Плающий Париж у нас тоже может отправиться на ремонт. И вместо него управляется Бармуда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рядом. Черт, все они пытаются уничтожить нашу пушку. Никак не успокоятся твари такие. В принципе, короветы надо отправить на подмогу, да? И пушка. Да, пушка отлично отрабатывает свои позиции. И перемещаемся потихонечку на белого ягуара. Да. Вот если пушка, не знаю, очень вовремя отвлекалась на корабли противника и смогла их уничтожить, это было бы просто замечательно. А так, конечно же, количество этих кораблей просто потрясает. Откуда их столько у испанской короны? Или там кого? У этого ордена, круга, я уже забыл, как правильно там звать. Непонятно. Прибывает новый брандер, огненный. Мы его будем везти сюда. Соответственно, выставляем защиту для наших кораблей. Вот так вот мы все это сделаем. Новый галеон. Для подготовки необходимый. Ну ладно, подождем. И также один корабль, Пылающий Париж, отправляется обратно. А здесь, соответственно, наши ребята будут перекрывать переход. И сейчас проверим, сколько урона наносит вообще один брандер вражеским кораблям. Самое главное, что мы уничтожили по гранд заставу. Итак, 35. Три... Всего тысяча? Да пушка за один выстрел сносит 600. Поэтому какой смысл от этих брандеров? Пока что непонятно. Пушка, ну просто посмотрите, какой... Какой ужасный и колоссальный урон она наносит. Поэтому что мы можем сделать? Да просто подвести галеоны. По-нормальному тогда. И спокойненько обстреливать этот источник молодости своими галеонами. Там если кто-нибудь появится, то пушка с одного залпа сможет уничтожить любого врага. Поэтому какие проблемы, не говорится. Подводим следующий галеон, пылающий Париж. И здесь еще брандер. Пороховая бочка. Говорящее название. И смотрите-ка, испанцы... Ой, все я путаю с испанцами их, пардон. Все никак не могут они успокоиться. Пытаются отбить свои поселения. Но уже как бы поздно. Рюпаться, как говорится, да? И брандер... Все, взорвался. Источник молодости 28 тысяч всего лишь осталось. Ой-ой-ой, егоза, егоза, егоза. Отходим обратно, отводим его. Да. Назад. На ремонт отправляешься. Очередной брандер, пылающий Мадрид, у нас здесь готов уничтожать противника. И Кипр тоже уходит на ремонт. Пушка может разобраться? Тебе и твоей жайке неудачников больше не увидит нового света, Морган. Вот коварный... Не буду говорить, кто. Это было очень подло. Слушайте, надо нам корабли наши отводить обратно. Потому что здесь большая печалька. Морган Блэк? Посмотрите, какой... Просто парень взял и в одиночку уничтожил вражеский корабль. Красавчик. Что тут можно сказать? Просто в одиночку затащил, как говорится. Так, там правда беда. Нашу пушку уничтожает. А мы знаете, что можем сделать? Вот так вот. Мы вызовем три пушки. И Галлеоны сейчас вернутся и попробуют уничтожить этого Белого Волка. Белый Волк, прям как Ведьмак. Да, если кто не знает, то по книге его называют Белым Волком. И по-прежнему здесь появляется Круг Оссуса. Ну давай, расскажи мне. Так, сейчас мы еще вот этой пушкой попробуем атаковать слева. Но миссия, если честно, не такая интересная, как предыдущая. То есть она такая более муторная. Я вам могу сказать. Наши пушки появляются рядом или нет? Нет. Морган собирается уничтожить источник. Его надо остановить. Да ладно. Уже уничтожил половину источника, а до них только что дошло, да? Итак, вот у нас появляется наше подкрепление. Галлеонам очень сильно досталось. Сейчас ни в коем случае нельзя подпустить к пушке вражеские корабли. Вот, например, опять у нас Белая Лошадь Галлеон подходит. Ну. И черт подери. Давай, стреляй. Очередная каравелла у нас появляется. И, по-моему, всех друзей, которые собирали здесь рудника, их уничтожили. Старинная пушка. Стой, стой, стой. Ты немного не потом и стреляешь. Обстреливать здание противника. Белая Голубка. Каравелла. Отрывает ее вообще по-жуткому. О, и очередной Брандер появляется. Слушайте, главное, чтобы этот Брандер не бомбанул рядом с нашими кораблями. Потому что в таком случае это будет вообще печаль, тоска. Ну, я здесь опыта, по-моему, добил вообще огромнейшее количество. Интересно, после миссии мне покажут, сколько я вообще получил его. 22 тысячи осталось. У нас здесь есть еще какой-нибудь золотой рудник? Давайте мы свободных и ленивых товарищей отправим, соответственно, на добычу полезных ископаемых и ресурсов. Испанцев, точнее, круг Оса все больше и больше. Брандер просто стоит рядом с источником. Отличные. Лавалетто отправляем обратно. Пылающий Париж потихонечку ремонтируется. И у нас есть еще две пушки. А давайте мы эти пушки сюда перенесем, потому что тут уже рыцари начинают реально борзеть. А залп... Залп в лицо, это, думаю, не самое приятное, что может быть. Черт, только не говорите, что сейчас мой Фальконет уничтожит. Да, он... Слушайте, а по-моему, Фальконет вообще в соло разобьет. Да? Смотрите. Просто уничтожает. Да я уже понял, что пытается. Это тяжело не заметить, как говорится. Пылающий Париж. Морган Блэк принимает на себя пушечные ядра. И такой говорит, а мне норм, как говорится. Даем залп. И сейчас попробуем еще... Так, давай, успей. Да, красавчик. И вот этого парня еще надо, белый червь. Давай-давай, фокусируйся на нем. Отлично. Источник молодости. 17 тысяч осталось. Наверное, мы подведем сюда дополнительный Фальконет. На тот случай, если противник все-таки умудрится добраться до нас. Слушайте, как же золота не хватает, а? Хоть бери и всех отправляй на добычу этого ресурса. 4 800 золотых там у нас появляется. Возможность нанять? Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, а кораблей-то становится все больше и больше. И как бы накал страстей нарастает. Ужас, что творят. Ребята, дайте мне хотя бы немного очухаться после всех ваших этих нападений. В общем, корабли не знают, откуда деваться от нашей огромной пушки. У меня тут, знаете, что вспоминается? Оборона Севастополя в этом. В тылу врага-2. Там примерно то же самое происходило. И даем залп по вражеской каравели. И все, пошла добыча золота. Ребята трудятся, не покладая рук, как говорится. Даже мы всех выбираем и просто отправляем на серебряный рудник. Больше-больше золота необходимо нам. Далее, наверное, прокачаемся немного. Возьмем парочку каравелл сюда поставим. Чисто знаете, чтобы иметь небольшое преимущество. И белый волк. Очередной галеон. Я уже, если честно, потерял... Точнее, сбился со счета, сколько таких белых волков я понауничтожал. А испанцы все веселятся. Господи, чего же я их испанцами-то называю? Не знаю. Я уже просто настолько привык с ними воевать. Ну, источник молодости. 15 тысяч осталось всего лишь. Давай, дружище. Стреляй. Все, замечательно. И по-прежнему боремся с источником молодости. Не знаю, свет клином на нем сошелся или как еще это назвать. Но, кстати, у нас здесь начинаются небольшие неприятности. Надо туда отправить, наверное, подкрепление. Благо, у нас есть такая возможность. И вообще возьмем побольше пикинеров-ветеранов. Штучек 6. Потому что тут уже, смотрите, наши силы серьезно иссякают. Почти никого не осталось. 14 тысяч. Плаящий Париж отправляется на ремонт. И у нас объявился очередной Брандер. Все, он идет выполнять свою миссию. 770 золотых, слушайте. Ну, теперь у нас есть и каравеллы. И, наверное, парочку галеонов мы сделаем сюда. И все будет хорошо. Так, далее. Что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только не говорите, что сейчас... Стой, стой, пушка, быстрее стреляй. Еще один залп, и Брандер разорвется. Все. Отлично. Супер-супер-купер. Даем парочку залпов. И вражеский корабль отправляется на дно морское. Источник молодости 11 тысяч. Совсем немного. Совсем ничего. Нанимаем дополнительный галеон. И прогоняем вражеские каравеллы. Да все, можно, в принципе, уже знаете, что сделать. Даже обычные корабли отправить на уничтожение. Тут уже идем сражаться, как говорится, до конца. До последней капли крови. Ну, а вражеские каравеллы будем методично убивать своими. Правда, тут, смотрите, еще один галеон противника. Ну, сейчас его встретят в нашей пушке. Так, галеоны, давайте-ка, объявляйтесь. Смотрите, стреляет и туда, и сюда. Нормально. Неплохо так устроился. И добивающий. Все, замечательно. В общем, если бы мне платили за этот опыт, то я бы был очень богатым молодым человеком. Давайте металлическую обшивку поставим, чтобы увеличить прочность наших кораблей. Да, совсем немного. 7 тысяч тем осталось. Но больше ничего я здесь толком взять-то и не могу. Я ни в чем, по сути, не нуждаюсь. Сейчас еще одну круг осы. Каравеллу уничтожим. И смотрите, все больше кораблей объявляется рядом с Источником Молодости. Ребята серьезно настроены на его оборону. Дерутся до конца. Даем залп по каравелле. Благополучно ее уничтожаем и продолжаем обстрел. Сейчас у нас объявится еще один галеон. Обшивку я изучать не буду, уже знаете, чисто брандерами пойду спамить. Но древесины, видите, совсем не осталось. То есть больше я не смогу получать подкрепление в виде галеонов и прочего и прочего. Я не знаю, может быть, кто-нибудь из подписчиков захочет подсчитать, сколько за серию я кораблей уничтожил. Это было бы забавно. А если он еще напишет об этом в комментариях, это было бы круто. Все. Слушайте, как-то быстро. Лол. Там же было 7000 у него. Неужели так быстро? Источник, в общем, мы с вами разрушили. Понятно. Ален Маньян мертв. Источник разрушен, и кругу Осуса больше нечего делать в новом свете. Сахин знал, что европейцы создают в Америке новой империи, и прекрасно понимал, что османы – такой же пережиток древности, как и Орден Святого Иоанна. Лизе не досталось испанского золота, и она простила Моргана только несколько лет спустя. Да, она влюблена в него, поэтому и простила. С такой бородой-то, а? Не уверена, стала ли она моей прапрабабкой, но друзья говорят, что у меня пиратский характер. Да я же говорю, а они точно там пиратюнка маленького заделали. Ну, как истинный шотландец, надо еще и выпить. В общем, нормальный этот Морган мужик. А что до чудесных свойств источника? Единственное, что я знаю точно, это что люди круга еще вернутся на то место. Понятно. Ну что ж, акт первый мы завершили. Могу вас с этим поздравить. Ну, сюжет, конечно же, немножко банальный, но хороший. Итак, в середине 17-го столетия Новый Свет изобиловал просветающими колониями, однако раздирающие Европы конфликты не могли не сказаться на положении дел в обеих Америках. Все знают, что у внука Моргана Джона Блэка было куда больше врагов, чем друзей. Акт второй лед. Могак по имени Каньенке всегда оставался его другом, даже когда они оказывались соперником. Стареешь, Джон Блэк? Раньше ты стрелял быстрее. А ты точнее. Твоя стрела ударила ниже отметки. Это я его уложил. До Бронсвика всего пара миль, ребята. Мы много прошагали, так что всем нам полагается горячий обед. Пустая трата времени. Твой дядя шарахается в лесу от каждой тени. Стюарту до деда Моргана далеко. Но если он говорит, что колония в опасности, я ему верю. Да с чего бы Чироки атаковать? Бронсвик далеко от их земли. Кто знает, колонистам нельзя рисковать. А пока они мне платят, наши с ними интересы совпадают. Неплохо так устроился. Джон, хвала проведению, ты здесь. Дядя, что стряслось? Куда подевался гарнизон? Это все люди, что остались. Остальные погибли в последней схватке, и Чироки унесли с собой раненых. Сюда движется отряд. Я их слышу. Они меньше, чем вы видели отсюда. Подоприте ворота и открывайте арсенал. Все, кто удержит в руках мушкет, на стены. В общем, индейцы заставляют нас поволноваться. Защита колонии. Чироки снова наступают. Берите ружья и спешите на стены. Так, ну что ж, давайте попытаемся отбить. Только погодите, нашу тяжелую пушку надо использовать обязательно. Лайка, постреляй. И это все Чироки. Какие-то они слабенькие. Джон Блэк. Ладно, ребята. Мы будем держаться уже в следующей серии. С вами был Диодант. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ждите новых выпусков. Всем пока-пока.